Всем привет, меня зовут Ирина, я люблю экспериментировать с макияжем и на новый образ. Меня вдохновили матовые жидкие тени The One, а также один из образов, которые я увидела в каталогах. Косметических средств компании Reflame. Смотрим. Макияж у меня уже начался с моего дневного крема, также все серии по уходу за лицом. И первое, с чего мы начнем, это вот с такого праймера. Им пользуюсь не всегда. Это можно сказать, как затирка пор. Сколько его нужно? Совершенно чуть-чуть. Только в тех местах, где у вас расширенные поры. Он создаст как бы базу, пленку, выровняет вашу кожу. Когда его использовать? Только тогда, когда вы хотите, чтобы ваш макияж был супер-мега устойчивым. В повседневной жизни, когда быстро вы делаете какой-то легкий макияж, он не нужен. Видите, и кожа немножко такая вот подсвечивается изнутри, но это ни в коем случае не жирный блеск. Далее я буду использовать стойку матирующую тональную основу SPF 20 и эффект финиш матовый. Любую тональную основу я наношу при помощи спонжа, так мне удобнее. Пытаюсь создать вот такой бьюти-образ. Посмотрим, что у меня получится. Сегодня я постараюсь создать более естественные брови. Буду использовать маркер для бровей, ческать. Я его не особо люблю, редко его использую, когда мне нужно подрисовать волоски только. Полностью прорисовывать бровь я не стараюсь. Только немножечко, буквально где-то волосочки. Расчесываю и закрепляю брови. Тень можно носить как подушечками пальца, так и при помощи кисточек. Сухие тени натуральными текстурами ворса. Кремовый тень носить кисточками из искусственного ворса. Тень можно носить как на руку, так и при помощи аппликатора, который здесь есть. Он достаточно удобный. Если мы будем наносить при помощи пальчиков, то это более мягкое нанесение. Добавляемо растирать границы, чтобы у нас не было каких-то четких переходов. Хочу сделать вечерний макияж. Добавлю второй слой продукта. Это легкая текстура. Я все-таки попробую делать при помощи подушечек пальцев. Также уделим внимание вот этой вот области, потому что ее нужно осветлять. Я буду использовать такие тени. Палетка The One. И сначала подготовлю базу для того, чтобы тени потом распределялись более равномерно. И буду слой за слоем добавлять оттенки. Также чуть-чуть проработаю нижний век. Далее я буду использовать более темный оттенок. Очень легко втушевывается складку вашего века. Лучше всего делать как можно больше движений. Если я не прогрунтовала сначала базу каким-то другим оттенком, то когда наношу темный, то начинает пляшивить. Там, где жир у меня, появляются какие-то пятна. То есть неравномерно распределяются тени. При помощи такой кисточки я потом также проработаю нижнюю часть века. При помощи вот такой кисточки я вытягиваю еще раз оттеночек. Делаю более кошачий взгляд. Еще раз проработаю нижнюю. Еще раз кисточек много не бывает, поэтому чистой кисточкой проработаю вот эту зону. Добавлю во внутренний уголочек. Еще раз возьму кисточку для растушевки и светлые темные оттенки немножечко подтушую. Далее беру темный оттенок. Немножко подтушу и вывожу наверх. В каждом макияже главное это тушевка, поэтому как можно больше тушуйте, тушуйте оттенки, растушевывайте, чтобы не было каких-то четких переходов. Подводка марки для того, чтобы рисовать стрелочки. Намечаю свою стрелочку и потом соединюю, закрашиваю. Забыла сказать, что лучше всего подвести карандашом как внутреннюю часть века, так и вот эту вот внешнюю. И чуть-чуть попытаемся проработать не внутренний глазик, а чуть-чуть ниже, чтобы соединить стрелочку. Я накрашу тушью с силиконовой кисточкой. Многие в Арифлэм знают любимку 5 в 1, люксовая версия. У меня достаточно хорошие реснички, поэтому я их не подкручиваю щипчиками. Для лучшего эффекта, конечно же, реснички, когда вы делаете вечерний макияж, лучше подкрутить. Я использую корректор The One и маленький вот такой спонжик. Мне так удобнее пробраться во все места. Спонжик я обязательно смачиваю для того, чтобы продукт распределился более равномерно. Меня спрашивали, как пользоваться вот таким корректором. Вот этот корректор очень сильно перекрывает синеву, поэтому если вы чувствуете, что у вас здесь все-таки такой темный цвет и жидкий корректор вам не перекрыл, сначала используйте вот этот оттенок, набираем корректор, и вы видите, этот оранжевый тон, пигмент, он совершенно не заметен на коже. И когда мы дальше будем еще раз перекрывать другим светлым оттенком, то полностью, вот давайте я вам покажу светлым оттеночком, то мгновенным образом все это перекрывается, и отлично получаем мы с вами эффект, растягиваем. Этот корректор мы не используем, протягивая на все веко, это мы делаем зону только жидким корректором. Далее я использую рассыпчатую пудру, оставляю на крышечке, набираю и закрепляю макияж. Сначала я просто прикладываю, а потом растушевываю, то есть если мне нужно, я отсюда использую. Когда вы прикладываете, вы можете большим плотным слоем, немножко подождать, а потом просто стряхнуть, лишние остатки они у вас уберутся, и так ваш макияж будет более стойкий. Буду использовать такие румяшки. Праймер для губ стал моим мастхевом, я безумно его люблю. Сейчас я наносу помаду, и вы увидите, как вот эти все шелушения тут же уйдут. Из некий голорбокс буду использовать вот такую малышку. Мне все-таки нравятся более такие карандаши. Ботинки с львом где-то у меня затерялся, я не могу никак найти. Я буду использовать вот такую устойчивую помаду. Я старалась, чтобы мой образ был более-менее похож на тот образ, который я увидела в каталоге. Конечно же, мне нравится экспериментировать с новыми продуктами, и этот продукт жидким матовой тени стал моим мастхевом. Действительно, макияж классный, он очень устойчивый, проверенный. И, пожалуйста, я жду ваши комментарии, было ли полезно мое вам видео, и хотели бы вы смотреть еще какие-то новые образы, которые есть в каталогах Арифлейм, для того, чтобы их как-то повторять. Успехов вам! До следующих встреч! Пока-пока!